Получится колосс на глиняных ногах. Картину, которую я не видел, можно сказать, никогда. И духовой шкаф бьется током. Здравствуйте, Минучников Сергей Сергеевич, стаж работы 45 лет. Здравствуйте, меня зовут Назаров Константин Станиславович, я электрик, мастер ленремонта, общий трудовой стаж по электромонтажу составляет 8 лет. Здравствуйте, Герасимов Илья Викторович, общий стаж 37 лет. Ну, вся есть шутка такая, что вся история с электрикой это наличие контакта там, где его не должно быть, и отсутствие контакта там, где он должен быть. Вот в этом наша наука, то есть мы приводим это в соответствие. Поэтому в остальном, как бы, всегда упираешься в одно и то же. Потому что время течет, и тогда, когда строилось советскую эпоху, советское домостроение, никто не мог предполагать, что у людей будет такое количество электроприборов, и нагрузка на сеть настолько возрастет. Поэтому очень часто, если в ходе ремонта квартиры в целом, люди обращаются к специалистам, и это хорошо. Это хорошо, потому что инженерные коммуникации, это вода и электричество, это основа. Основа дома. Если сделать их некачественными, то получится колосс на глиняных ногах. И такое тоже часто бывает. Совершенно на днях ситуация, когда я приезжаю на заявку и вижу картину, которую я не видел, можно сказать, никогда. После работы отделочников, которые кивали головой и говорили, что да, да, электрика, нет проблем. У клиента возникла такая ситуация, что он втыкает телевизор в розетку, и загорается свет в кухне. Свежая проводка в кухне, тостер и любой другой электрический прибор служат выключателем. Когда включается прибор в розетку, загорается свет. Чудо электрики. Я стал разбираться, и в коммутационной коробке там был просто полный алис. То есть люди вообще не придают этому значения. Я был безгранично счастлив, что клиент обратился ко мне, потому что раньше я перебирал ему полностью щиток, и, к счастью, я поставил хотя бы ему противопожарное узор, устройство защитного отключения, которое хотя бы в этом смысле его обезопасило. Но сейчас они все равно имеют ситуацию, когда клиент после этого ремонта жалуется, что я исправил ситуацию со светом, но есть часть ситуации, которая исправить просто не под силой. Никому практически. Без демонтажа этого самого нового, свежего ремонта и новой кухни. Потому что дотянута новая линия, подключен духовой электрошкаф, и к этой же линии подключены розетки в рабочей зоне. То бишь электрочайник, аэрогриль, микроволновка, все это подключено. И здесь получается казус. С одной стороны, самый мощный электроприбор, духовой шкаф, полумуба, наверное, надо подключить. Помимо УЗО, но этого сделать невозможно, потому что линия нагружена остальными приборами, которые работают в мокрой зоне. Поэтому на сегодняшний день приборы работают все, абсолютно работают через общее УЗО, и духовой шкаф бьется током. То есть по итогу люди имеют новую кухню, хороший духовой шкаф солидной фирмы, который бьет током. Конечно, с одной стороны, УЗО предохраняет от того, чтобы не убило окончательно кого-нибудь, и от пожара как такового, но получилось все, что штаны надеты через голову. И это частая ситуация, когда люди обращаются с тем, что мы поклеили обои, положили полы, натянули потолки, а нам вот здесь бы надо розеточку. Вы всегда можете обратиться в компанию «Ленремонт» по номеру 344-44-44 в наши мастерские. Вам везде смогут предоставить информацию, как правильно составить план работы, какого специалиста позвать, и вам порекомендуют все, что нужно сделать в вашем случае. Здравствуйте, друзья! Если вам понравилось это видео, у вас появились вопросы по данной тематике, вы можете задать их в комментарии, либо перейти по ссылочке прямо на наш сайт. Сайта мы смотрим внимательно наш сайт и вам бесплатно вас проконсультируют на электронку, либо даже позвонят и вас проконсультируют, если вам так будет удобно. Приятного просмотра!